Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджи Александр и моя драгоценная супруга Арчена. Сегодня 3 апреля 2020 года, я записываю это видео. Все вы помните, наверное, мое недавнее видео, которое называлось «Угроза голода в Гуа, 28 марта 2020 года». Вы знаете, видео это имело совершенно магический эффект. Сейчас у меня для вас совершенно другие новости. То есть буквально через день, через два после публикации моего видео, я напомню, что в этом видео я обращался к властям России для того, чтобы они связались с властями Гуа только ради одной цели, чтобы организовать доставку еды россиянам и другим туристам, застрявшим здесь не по своей вине, а по вине отменения неожиданно рейсов. Так вот, вы знаете, карантин в Гуа продолжается, но ситуация с едой изменилась радикально. То есть теперь это вообще не проблема. Конечно, магазины в основном по-прежнему днем закрыты, но существует масса лавочек, которые открыты и утром, и вечером. Они отпускают с черного хода. Там все, кто здесь живет, они все уже нашли себе источники еды. Все закупаются, теперь никто не голодает. Вот снимаю, это 3 апреля. Гуа Ашвин, ресторан Борис. Вы видите, что сейчас здесь все вдруг продукты появились. Не знаю, как так волшебным образом мое видео сыграло, но теперь все есть, вообще все, без паники. Пожалуйста. Никакой угрозы голода. Все в изобилии. Цены абсолютно нормальные. Всего лишь на 10-20 процентов. Ну, некоторые позиции на 30 процентов выше, чем в обычный сезон. Но они так и привозятся теперь сложнее, естественно. Так что спасибо тем людям, кто смотрит мое видео и тем, кто позвонил кому надо и дал нужные распоряжения. Сейчас власти Гуа проявляют огромную поддержку туристам. Я хочу сказать огромное спасибо и властям Гуа тоже. Потому что формально карантин продолжается и он должен быть очень жестким. Тем не менее, власти дали разрешение магазинам, владельцам этих магазинов приторговывать едой и закрывают на это глаза. Более того, в час заката, да и не только в час заката, на пляж выходят толпы просто русских. Полиция это видит, никто их не бьет. Полиция получила четкие указания не трогать белых. Они дорожат своей репутацией и совершенно не хотят быть варварами. Более того, я скажу, в людях, как всегда в кризисе, проявляются чудесные, хорошие качества. Например, со мной связался владелец канала на YouTube, индиец по имени Самрад. Я дам ссылку под этим видео на его канал, который организовал акцию. У него 167 тысяч подписчиков в Индии. Это все люди, которые интересуются Россией, которые любят Россию. Так вот, он кинул клич, Самрад кинул клич среди своих подписчиков. И они подхватили этот клич, а именно тем русским, да не только русским, украинцам, белорусам, казахам, неважно, которые находятся в бедственном положении, которые не могут по каким-то причинам получить еду. Им предлагается сообщить об этом на канале Самрата. Сообщить вы можете и в комментариях под этим видео. И индийцы, которые находятся рядом с вами, подписчики Самрата, они приедут и привезут вам то, что нужно. Здравствуйте, это Самрат. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Так как ситуация теперь, сейчас? Сейчас все хорошо. Гакарнская полиция очень быстро решила все, приехала. Поговорили с местными, с местной деревней. Окей. Да, и сказали, что можно, разрешено ходить за водой, за едой, и можно на байке ехать в аптеку, за лекарствами. Ну, в общем, да, и если тяжело воду везти, там, 10 литров, то на байке тоже можно, но не каждый день, там, раз в несколько дней, и звонить, предварительно предупреждать, что мы поедем за водой, офицеру полиции, и тогда можно. Понятно. Так проблема решена, так... Да, 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 я мальчина, спасибо большое. Нет. Вообще, я хочу сказать, что вот эта вот сейчас вся истерия, которая нагнетается в медиа из-за жестокости индийских полицейских, которые бьют граждан из-за этого карантина. Я хочу сказать, что тут все неоднозначно. Вы поймите, страна гигантская. Миллиард 300 миллионов населения. Это огромная цифра. И, конечно, где-то что-то происходит. И бардак, и скандалы, и битье. Все это где-то есть. Но это гигантская страна. Это вовсе не значит, что она вдруг стала злой, что она вдруг стала агрессивной. Это все полная ерунда. Мы вот здесь живем. Вокруг меня живут индийцы. Вы видите, я стою на пляже во время карантина. Никто мне ничего об этом не говорит. Никто не создает никаких препон. Напротив, индийцы сейчас очень помогают всем иностранцам. В Гуа все идут на компромисс. Например, владельцы нашего дома. У нас хороший дом около пляжа. Мы снимаем его за 40 тысяч. Вот сейчас мы договорились, что мы будем жить за 10 тысяч. И при этом даже эти 10 тысяч мы сможем заплатить тогда, когда у нас будут деньги. Мои друзья, семья, муж, жена и трое маленьких детей. Они снимали квартиру за 20 тысяч. Сейчас владельцы дома согласились давать им за 6 тысяч. И при этом согласны получить деньги тогда, когда у тех будет возможность. Поэтому, друзья мои, я категорически против обвинений каких-то... Из-за каких-то отдельных случаев создавать образ негативной всей страны. Это бред. Вот сидит Пареш, которого все знают под именем Борис. Вот его брат Бхавеш, которого тоже все Борисом называют. Вот его брат Бхавеш, которого все знают под именем Бхавеш. Такого изобилия и в сезон ты не увидишь. Глаза разбегаются. Мы здесь чужаки. И в принципе они вправе нас бояться, потому что именно от белых людей пришло сюда эта зараза. Из Италии, из Англии и так далее. Но они простые деревенские жители. При этом они не рассчитывайте на высокое сознание. Но они нас поддерживают. Они нам помогают. Они нас принимают как своих. Поэтому спасибо Индия. Спасибо Гуа. Арчена. Арчена полностью согласна со мной. Так что, дорогие друзья, теперь мы совершенно спокойны. Более того, я вам скажу. Нам Гуа представляется теперь опять самым лучшим местом на свете. Представляете, здесь вообще нету, во всех этих местах, где мы живем, нету ни одного случая заболевшего коронавирусом. Люди добрые. Природа красивейшая. Пространство шикарное. Люди добры друг к другу. Мы чувствуем, как у Христа за пазухой, как у Бога за пазухой. И я, конечно, не говорю, что обязательно все так и будет. Вы можете меня потом поймать на слове и сказать, вот видишь, а ты там радовался, как оно обернулось. Никто сейчас не знает, как обернется. Я говорю лишь то, что происходит сейчас. Я общаюсь со многими русскими здесь. Все спокойны, все довольны. Картошка, лук, огурцы, папайя, мандарины, ананасы. Вот это карантин, да? Укроп, арбузы. Бананы на любой вкус. И вот бойко идет торговля уже вечера. Тут с утра она идет до вечера. Постоянно. Постоянно. Так что все сейчас было хорошо. Дай Бог, чтобы так было всегда. И чтобы у вас все было так же. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы почерпнули для себя много интересного. Теперь, в нынешней ситуации, мой канал, канал Гуа Махараджи Александр, является моим единственным источником дохода. Источником дохода нашей семьи. Меня и Арчены. Я затратил энергию, время, силы, талант для того, чтобы создать для вас это видео. Я считаю, что энергия должна возвращаться. И я прошу вас перечислить столько, сколько вы считаете нужным, столько, сколько вы можете на мою карту Сбербанка. Сделать это очень просто. Реквизиты находятся прямо под этим видео. Пожалуйста, не откладывай в долгий ящик. Прямо сейчас перечислите столько, сколько вы считаете нужным, столько, сколько вы можете. А мы будем очень благодарны вам. И еще, дорогие друзья, я приглашаю вас задавать темы, которые вам интересны. Вы можете оплатить тему, то есть перечислить на карту, которая указана, номер моей карты Сбербанка указан под этим видео. Вы можете перечислить, я призываю вас к этому, сумму. И в комментариях ли к этому видео или на мой имейл написать мне, какую тему вы хотели бы, чтобы я осветил. Если эта тема также интересна мне, если видение этой темы между нами находится синхронно и не вступает в противоречие с моими принципами, я с удовольствием сделаю эту тему. Так что я призываю вас к сотрудничеству, дорогие друзья. Жми сюда, подпишись на канал и получи всю-всю-всю информацию о Гуа на одном канале. Субтитры подогнал «Симон»!